Почему Вселенной именно 13,799 миллиардов лет? Почему нашей Солнечной системе именно 4,5 миллиарда лет, а не, скажем, 6 миллиардов или вообще 600 миллионов? Как узнали возраст Вселенной, а также Земли, Солнечной системы и галактики Млечный Путь? Уверен, многие задумывались над этим вопросом, которым, кстати, ещё с древних времён интересовались. Но только современная наука и совсем недавно смогла ответить на этот вопрос. До второй половины XVIII века считалось, что мироздание вечно и неизменно. Потом считалось, что сотворение мира пришлось на 3929 год до нашей эры, основываясь при этом на анализе библейских текстов. Лишь в 1787 году французский натуралист Жорж Луи Леклерк пришёл к выводу, что если бы наша планета при рождении была шаром из расплавленного железа, ей нужно было бы от 75 до 168 тысяч лет, чтобы остыть до нынешней температуры. То есть он оценил возраст Земли и Солнца на основе физических моделей. Через 108 лет ирландский математик и инженер Джон Перри заново просчитал тепловую историю Земли и определил её возраст в 2-3 миллиарда лет. В самом начале 20-го столетия Лорд Кельвин пришёл к выводу, что если Солнце постепенно сжимается и светит исключительно за счёт высвобождения гравитационной энергии, то возраст нашей звезды и, следовательно, максимальный возраст Земли и остальных планет может составить несколько сотен миллионов лет. Но в то время геологи не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти оценки из-за отсутствия надёжных методов геохронологии. В середине первого десятилетия 20-го века Эрнест Резенфорд и американский химик Бертрам Болтвуд разработали основы радиометрической датировки земных пород, которая показала, что Перри был много ближе к истине. В 1920-х были найдены образцы минералов, чей радиометрический возраст приближался к 2 миллиардам лет. Позднее геологи не раз повышали эту величину, и к настоящему времени она выросла более чем вдвое – до 4,4 миллиардов. Дополнительные данные предоставляют исследования небесных камней – метеоритов. Почти все радиометрические оценки их возраста укладываются в интервал 4-4,6 миллиардов лет. Современная гелиосейсмология позволяет непосредственно определить и возраст Солнца, который по последним данным составляет 4,56 – 4,58 миллиардов лет. Поскольку продолжительность гравитационной конденсации протосолнечного облака исчислялась всего лишь миллионами лет, можно уверенно утверждать, что от начала этого процесса до наших дней прошло не более 4,6 миллиардов лет. При этом солнечное вещество содержит множество элементов тяжелее гелия, которые образовались в термоядерных топках массивных звезд прежних поколений. Выгоревших и взорвавшихся сверхновыми. Это означает, что протяженность существования Вселенной сильно превышает возраст Солнечной системы. Чтобы определить меру этого превышения, нужно сначала выйти в нашу галактику, а затем и за ее пределы. Время жизни нашей галактики можно определять разными способами, но мы ограничимся двумя – самыми надежными. Первый метод основан на мониторинге освещения белых карликов. Эти компактные и изначально очень горячие небесные тела представляют собой конечную стадию жизни практически всех звезд, за исключением самых массивных. Для превращения в белый карлик звезда должна полностью сжечь все свое термоядерное топливо и претерпеть несколько катаклизмов. Например, на какое-то время стать красным гигантом. Типичный белый карлик почти полностью состоит из ионов углерода и кислорода, погруженных в вырожденный электронный газ, и имеет тонкую атмосферу, в составе которой доминируют водород или гелий. Его поверхностная температура составляет от 8000 до 40000 градусов Кельвина, в то время как центральная зона нагрета до миллионов или даже десятков миллионов градусов. Согласно теоретическим моделям, могут также рождаться карлики, состоящие преимущественно из кислорода, неона и магния, в которые при определенных условиях превращаются звезды с массой от 8 до 10,5 или даже до 12 солнечных масс. Однако их существование еще не доказано. Теория также утверждает, что звезды, как минимум вдвое уступающие Солнцу по массе, заканчивают жизнь в виде гелиевых белых карликов. Такие звезды очень многочисленны, однако они сжигают водород крайне медленно, и посему живут многие десятки и сотни миллионов лет. Коль скоро белый карлик не может поддерживать реакции термоядерного синтеза, он светит за счет накопленной энергии и потому медленно остывает. Темпы этого охлаждения можно вычислить и на этой основе определить время, необходимое для снижения температуры поверхности от первоначальной, для типичного карлика это примерно 150 тысяч кельвинов, до наблюдаемой. Поскольку нас интересует возраст галактики, следует искать самые долгоживущие, а потому и самые холодные белые карлики. Современные телескопы позволяют обнаружить внутригалактические карлики с температурой поверхности менее 4000 кельвинов, светимость которых в 30 тысяч раз уступает Солнечной. Но пока они не найдены, либо их нет вообще, либо очень мало. Отсюда следует, что наша галактика не может быть старше 15 миллиардов лет, иначе они бы присутствовали в заметных количествах. Это верхняя граница возраста. А что можно сказать о нижней? Самые холодные из ныне известных белых карликов были зарегистрированы космическим телескопом Хаббл в 2002 и 2007 годах. Вычисления показали, что их возраст составляет 11,5-12 миллиардов лет. К этому ещё нужно добавить возраст звёзд-предшественниц – от полумиллиарда до миллиарда лет. Отсюда следует, что Млечный путь никак не моложе 13 миллиардов лет. Так что окончательная оценка его возраста, полученная на основе наблюдения белых карликов, примерно 13-15 миллиардов лет. Это первый метод, а вот второй. Он основан на исследовании шарообразных звёздных скоплений, находящихся в периферийной зоне Млечного Пути и обращающихся вокруг его ядра. Они содержат от сотен тысяч до более чем миллиона звёзд, связанных взаимным притяжением. Шаровые скопления имеются практически во всех крупных галактиках, причём их количество порой достигает многих тысяч. Новые звёзды там практически не рождаются, зато пожилые светила присутствуют в избытке. В нашей галактике зарегистрировано около 160 таких шаровых скоплений, и, возможно, будут открыты ещё 2-3 десятка. Датировка формирования древнейших шаровых скоплений позволяет установить и нижнюю границу галактического возраста. Она весьма сложна технически, но в её основе лежит очень простая идея. Все звёзды скопления, от сверхмассивных до самых лёгких, образуются из одного и того же газового облака и потому рождаются практически одновременно. С течением времени они выжигают основные запасы водорода, одни раньше, другие позже. На этой стадии звезда покидает главную последовательность и претерпевает серию превращений, которые завершаются либо полным гравитационным коллапсом, за которым следует формирование нейтронной звезды или чёрной дыры, либо возникновением белого карлика. Поэтому изучение состава шарового скопления позволяет достаточно точно определить его возраст. Для надёжной статистики число изученных скоплений должно составить не менее нескольких десятков. Мониторинг 41-го шарового скопления нашей галактики показал, что их средний возраст составляет 12,8 миллиардов лет. Однако наша галактика должна быть постарше своих скоплений. Её первые сверхмассивные звёзды взрывались сверхновыми и выбрасывали в космос ядра многих элементов, в частности, ядра стабильного изотопа Берилья, Берилья-9. Когда начали формироваться шаровые скопления, их новорожденные звёзды уже содержали Берильей, причём тем больше, чем позже они возникли. По содержанию Берилья в их атмосферах можно выяснить, насколько скопления моложе галактики. Как свидетельствуют данные по скоплению NGC 69-37, эта разница составляет 200-300 миллионов лет. Поэтому можно сказать, что возраст Млечного Пути превышает 13 миллиардов лет и, возможно, достигает 13,3-13,4 миллиарда. Это практически такая же оценка, как и сделанная на основании наблюдения белых карликов, но получена она совершенно иным способом. Но как же узнали возраст самой Вселенной? Научная постановка этого вопроса стала возможной лишь в начале второй четверти прошлого века. В конце 1920-х годов Эдвин Хаббл занялся уточнением расстояний до десятков туманностей за пределами Млечного Пути, которые лишь несколькими годами ранее стали считать самостоятельными галактиками. Эти галактики удаляются от Солнца с радиальными скоростями, которые были измерены по величине красного смещения их спектров. Хотя дистанции до большинства таких галактик удалось определить с большой погрешностью, Хаббл все же выяснил, что они примерно пропорциональны радиальным скоростям. Два года спустя он подтвердил этот вывод на основании результатов наблюдений других галактик. Некоторые из них отдалены более чем на 100 миллионов световых лет. Эти данные легли в основу прославленной формулы, известной как «закон Хаббла». Здесь V – радиальная скорость галактики по отношению к Земле, D – расстояние, H0 – коэффициент пропорциональности. В 1927 году Жорж Леметер показал, что общая теория относительности позволяет интерпретировать разлет галактик как свидетельство расширения Вселенной. Четырьмя годами позже он имел смелость довести этот вывод до логического конца, выдвинув гипотезу, что Вселенная возникла из практически точечного зародыша, который он, за неимением лучшего термина, назвал атомом. Этот первородный атом мог пребывать в статичном состоянии любое время вплоть до бесконечности, однако его взрыв породил расширяющееся пространство, заполненное материей и излучением, которое за конечное время дало начало нынешней Вселенной. Из этой работы Леметра и более поздних трудов как самого Хаббла, так и других космологов прямо следовало, что возраст Вселенной, естественно отсчитанный от начального момента ее расширения, зависит от величины, которую теперь все называют хаббловским временем. Характер этой зависимости определяется конкретной моделью мироздания. Если считать, что мы живем в плоской Вселенной, заполненной гравитирующим веществом и излучением, то для вычисления ее возраста хаббловское время надо умножить на две трети. Тут-то и возникла загвоздка. Из измерений Хаббла вытекало, что Вселенная родилась 1,2 миллиарда лет назад, что явно противоречило даже сильно заниженным в то время оценкам возраста Земли. Из этого затруднения можно было выпутаться, предположив, что галактики разлетаются медленнее, чем считал Хаббл. Со временем это допущение подтвердилось, но проблемы так и не решило. В общем виде это противоречие было устранено в 1998-99 годах, когда две команды астрономов доказали, что последние 5-6 миллиардов лет космическое пространство расширяется не с падающей, а с возрастающей скоростью. Это ускорение обычно объясняют тем, что в нашей Вселенной растет влияние антигравитационного фактора так называемой темной энергии, плотность которой не изменяется со временем. Продолжительность существования Вселенной с антигравитационной компонентой вовсе не обязана быть равной двум третьям хаббловского времени. Поэтому открытие ускоряющегося расширения Вселенной, отмеченное в 2011 году Нобелевской премией, позволило устранить расстыковку между космологическими и астрономическими оценками времени ее жизни. Оно также стало прелюдией к разработке нового метода датировки ее рождения. 30 июня 2001 года НАСА отправило в космос зонд Explorer 80. Он смог зарегистрировать температурные флуктуации микроволнового реликтового излучения с угловым расширением менее 0,3 градуса. Флуктуации, или, выражаясь проще, отклонения реликтового излучения, порождены колебаниями плотности электронно-фотонного газа, который некогда заполнял космическое пространство. Когда эта температурная флуктуация упала почти до нуля, практически все свободные электроны соединились с ядрами водорода, гелия и лития, и тем самым положили начало нейтральным атомам. Однако до этого в электронно-фотонном газе распространялись звуковые волны, на которые влияли гравитационные поля частиц темной материи. Эти волны наложили отпечаток на спектр реликтового излучения, который можно расшифровать при помощи теоретического аппарата космологии и магнитной гидродинамики. Как показывают новейшие вычисления, его наиболее вероятная протяженность составляет 13,799 миллиардов лет. Таким образом, астрономы, оценивая возраст Вселенной тремя различными способами, получили вполне совместимые результаты. Поэтому теперь мы знаем, или выражаясь осторожней, думаем, что знаем, когда возникло наше мироздание. Во всяком случае, с точностью до нескольких сотен миллионов лет. Кто знает, возможно, когда-нибудь наши потомки внесут решение этой вековой загадки в перечень самых замечательных достижений астрономии и астрофизики. Ещё больше классных роликов о космосе впереди на канале «Это интересно». Чтобы ничего не пропускать, нажимайте на колокольчик под этим видео. До новых интересных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот только верна ли эта гипотеза? Давайте начнём с более широких понятий, затем сосредоточимся на самой гипотезе, а потом посмотрим на недавние открытия и узнаем, совпадают ли они. Вот такой мы предлагаем план. О такой теории мы ещё не говорили на нашем канале, мы затронем множество самых разных тем, так что дальше будет особенно интересно. Вы наверняка слышали о таком понятии, как «обитаемая зона» вокруг звезды. Ну, та, в которой экзопланеты расположены на расстоянии, подходящем для возникновения жизни, где не слишком жарко, но и не холодно, её ещё называют «зоной златовласки». Но знаете ли вы, что и в галактике есть своя «обитаемая зона»? И далеко не все галактики обитаемы. Чем дальше звезда от галактического ядра, тем меньше её металличность, то есть меньше количество более тяжёлых, чем гелий, элементов. Это сокращение происходит потому, что тяжёлые элементы создаются в сердцах гигантских звёзд и сверхновых. Такие звёзды сосредоточены в гораздо более высоких концентрациях вблизи галактического ядра, поскольку там достаточно материала для их образования. И это означает, что у звёзд в самых дальних уголках галактики не будет достаточно критически важных ингредиентов для жизни. Как правило, в центре галактики находится сверхмассивная чёрная дыра. Она может испускать огромное количество рентгеновских и гамма-лучей. Любая близлежащая экзопланета будет постоянно подвергаться этой смертельной радиации. Жизнь никогда не смогла бы процветать в таких условиях. Наша галактика спирального типа с плотными рукавами, уходящего к краям. Такие рукава также смертельны для жизни. Здесь звёзды регулярно проходят рядом друг с другом и нарушают орбиты экзопланет. Представьте, если бы Земля внезапно вышла бы на орбиту Меркурия. Кроме того, есть также проблема близких сверхновых в этих областях. Как и сверхмассивная чёрная дыра, они регулярно излучают смертельную радиацию. И получается, что обитаемая зона галактики – это достаточно близкое к галактическому центру место, где имеется достаточно сложных элементов, но при этом она расположена довольно далеко от ядра и рукавов, чтобы избежать гравитационного возмущения и передозировки радиации. Мы ещё находимся на первых этапах понимания того, какая часть галактики пригодна для жизни. В случае Млечного Пути все эти факторы сделали бы подавляющее большинство звёзд непригодными для жизни. Оставшаяся же часть звёзд должна быть подходящего типа и иметь правильную планетную структуру для жизни. Раньше мы думали, что у каждой звезды есть обитаемая зона – теоретическое расстояние, на котором возможна жидкая вода. Однако это очень упрощённая точка зрения, которая не учитывает спектр или жизнеспособность звёзд. Например, маломассивные звёзды излучают гораздо меньше видимого и инфракрасного света, чем звёзды главной последовательности. Но они могут излучать огромное количество рентгеновских и гамма-лучей. Это означает, что их обитаемая зона может содержать воду, но уровни рентгеновского и гамма-излучения настолько высоки, что сложные молекулы могут быть просто разорваны на части, убивая любую перспективу жизни. У нашего Солнца очень низкая изменчивость светимости – менее 0,1%. Но у других звёзд она может варьироваться до 500%. Следовательно, границы обитаемой зоны перемещаются по системе по мере того, как звёзды тускнеют и становятся ярче. А это означает, что миры будут погружаться в обитаемость и выходить из неё, опять же убивая любые шансы на жизнь. Но даже если мы обнаружим звезду правильного типа, то далеко не факт, что планета там будет пригодна для жизни. Нужна ещё правильная планетная установка. Наша установка нашей системы такова. Каменистые планеты находятся близко к звезде, а газовые гиганты – дальше. Редкость для других звёздных систем. Подавляющее большинство из них имеет либо только скалистые миры, либо газовые гиганты, близкие к звезде, известные как горячие Юпитеры. Но в нашем случае именно такая уникальная установка помогла зародиться жизни. Существует прямая связь между количеством планет в звёздной системе и их круговыми орбитами. Системы, в которых есть только одна или две экзопланеты, как правило, имеют дико эллиптические орбиты, а это означает, что в течение их года экзопланета может входить в зону обитаемости звёзд и выходить из неё. Опять же, уничтожая жизнь. Однако системы с большим количеством и более крупных экзопланет имеют орбитальные резонансы. Это создаёт гораздо более круговые и устойчивые орбиты, так что экзопланета может оставаться в обитаемой зоне в течение всего года. Орбитальный резонанс слишком сложен, но суть его в том, что такая система находится в равновесии, удерживает каждую планету там, где она должна быть. И если Земля начнёт падать близко к Солнцу, орбитальные резонансы вытянут её обратно. И наоборот. Но даже если мы получим орбитальный резонанс, каменистые внутренние миры и внешние газовые экзопланеты, шансы на то, что мы найдём там жизнь, невелики. Модели ранней Солнечной системы показывают, что Юпитер имел решающее значение для зарождения и развития жизни на нашей планете. Юпитер имеет орбитальный резонанс с каждым астероидом в поясе астероидов, удерживая их между собой и Марсом. Без этого влияния Землю постоянно бомбили бы астероиды, и жизнь не могла бы процветать. Да что там, если бы не Юпитер, жизнь вряд ли бы вообще началась. На заре Солнечной системы он фактически дрейфовал во внутреннюю часть Солнечной системы, угрожая уничтожить внутренние планеты. Но Юпитер имеет уникальный резонанс с Сатурном, а Сатурн с Ураном и так далее. Именно этот резонанс означал, что Сатурн вытащил Юпитер из внутренней спирали, предотвращая столкновение с Землёй и Марсом. Следовательно, чтобы на экзопланете могла зародиться жизнь как на Земле, нам понадобится, помимо прочего, ещё и уникальная планетная установка. Но и этого будет мало. Чтобы стать обитаемой, нужен ещё правильный тип планеты и спутники. Во-первых, размер планеты требует правильного притяжения, иначе она может оказаться очень негостеприимной. Если будет сильно светло, атмосфера и жидкая вода могут просто улетучиться в космос. Так случилось с Марсом. Атмосфера планеты также должна быть подходящей по составу, иначе она тоже будет непригодной для жизни. Как Венера. Её атмосфера имеет высокий уровень углекислого газа, потому она самая горячая планета в Солнечной системе, хоть и находится в зоне обитаемости. Тектоника плит, геологическое воздействие, которое создают горы, вулканы, землетрясения и глубоководные желоба – всё это имеет решающее значение для жизни. Во-первых, мы думаем, что жизнь должна начинаться вокруг гидротермальных источников, вызванных тектоникой, поэтому она не может существовать без них. А во-вторых, тектоника чрезвычайно важна для сложной жизни. Но об этом позже. Тектоника создаётся в результате перемешивания расплавленных горных пород в ядре Земли. Эта богатая железом магма поднимается на поверхность, участвуя в создании магнитного поля Земли. Поле, которое защищает планету от солнечного ветра и является жизненно важной защитой не только для организмов, но и для атмосферы. Без магнитного поля, как вы знаете, Земля быстро бы стала непригодной для жизни. Нашей тектонике помогает радиоактивный распад в ядре планеты, внутреннее тепло и, что удивительно, Луна. Наша Луна необычная. Это, безусловно, самая большая Луна по сравнению с размером её планеты, составляющей 27% массы Земли. Это означает, что её гравитационное притяжение на Земле огромное. Создаёт приливы, за счёт трения нагревают мантию планеты. И без массивной Луны у нас может и не быть жизненно важной тектоники. Но Луна делает ещё кое-что. Она стабилизирует осевой наклон. Земля, как мы знаем, вращается под небольшим наклоном, в результате чего у нас есть времена года. Так вот, приливные силы Луны поддерживают этот наклон постоянным и стабильным. Видите, сколько нюансов. Но, допустим, мы нашли экзопланету в обитаемой зоне галактики, вокруг звезды правильного типа, с правильной планетарной структурой, подходящего размера, подходящего состава, с тектоникой плиты, с большой экзолуной. Будет ли там жизнь? Вполне вероятно, да, будет. В настоящее время учёные исследуют Марс, чтобы узнать, была ли на нём жизнь миллиарды лет назад, когда там были океаны, тектоника плит и плотная атмосфера. Если будут найдены доказательства, то и на тех далёких мирах почти наверняка будет жизнь. Но важно понимать. Не сложная форма жизни, а простая, скорее похожая на бактерии. Сложная жизнь, как многоклеточная или разумная, требует возникновения особых обстоятельств. Фактически, жизнь существовала на Земле по крайней мере 3,5 миллиарда лет, но только 540 миллионов лет назад впервые появилась действительно сложная многоклеточная жизнь. В течение 3 миллиардов лет Земля была населена только простыми организмами. Постепенно стали развиваться гораздо более сложные структуры. Но всё-таки на этом этапе ещё очень далеко до животных и растений. Эти ранние многоклеточные организмы напоминали амёбу и состояли только из горски клеток. Но знаете, что удивительно? Такое сотрудничество клеток кажется полной случайностью. Шансы на повторение ничтожно малы, ведь потребовалось 800 миллионов лет. Есть большая вероятность того, что многоклеточная жизнь – это совершенно случайное стечение обстоятельств. Но ведь это ещё не сложная жизнь. Необходима была природная революция, чтобы создать наши сложные экосистемы. Она произошла примерно 541 миллион лет назад в результате события, названного Кембрийским взрывом. Представьте себе, только что закончился ледниковый период. Земля понемногу нагревается, ледники стекают с горных хребтов, сбрасывая огромное количество питательных веществ в океаны, происходит тотальное цветение водорослей, атмосфера наполняется кислородом. Эти богатые питательными веществами горные цепи существовали только из-за тектоники. Таким образом, Кембрийский взрыв не мог произойти без неё. Так что тектоника кажется жизненно важной для сложной жизни. Изобилие питательных веществ и кислорода означало, что организмы могли позволить себе сжигать энергию и перемещаться в другие места, чтобы поесть. Затем некоторые эволюционировали, чтобы охотиться на другие виды. За несколько миллионов лет жизнь прошла путь от очень простых, губчатых и похожих на ламинарии существ до ракообразных, кальмаров, позвоночных и морских звёзд. Всё это время мы говорим о жизни. Но согласитесь, вряд ли мы можем назвать этих кембрийских существ разумными. Понимаете, о чём я? Резюмируем. Что нужно планете для существования жизни? Планета должна быть в обитаемой части галактики, вращаться вокруг звезды правильного типа, иметь правильный тип орбиты, иметь правильный тип планетных соседей, иметь правильный размер, иметь правильный состав, иметь тектонику, иметь большую луну и должен произойти природный катаклизм, который приведёт к многоклеточной жизни. Вот сколько факторов. Получается, Земля невероятно уникальна, и вероятность найти её двойника исчезающе мала. А может, мы всё-таки неправильно смотрим? В последние годы эта гипотеза столкнулась с вызовом в духе «откуда не ждали». Несколько спутников Юпитера и Сатурна имеют жидкую воду под поверхностью и, вероятно, имеют гидротермальные источники. Таким образом, они могли скрывать жизнь. Это заставило некоторых учёных усомниться в гипотезе уникальной Земли. Если мы обнаружим жизнь, какой бы простой она ни была на таких удалённых океанских лунах, эту гипотезу необходимо отбросить, поскольку у нас появится новая модель обитаемости планеты, вернее, спутника. Более того, в галактике много планет, подобных Юпитеру, и поскольку оба наших газовых гиганта и Юпитер, и Сатурн имеют океанические спутники, я в первую очередь имею в виду Энцелад и Европу, мы можем предположить, что существует множество совершенно пригодных для жизни экзоспутников. Мы можем никогда и не найти близнеца Земли. Но, похоже, есть хорошие шансы, что где-то в космосе мы сможем открыть для себя миры и другую жизнь, ещё более причудливую, чем наша собственная. Очень часто окружающий мир представляется нам обыкновенным и обыденным. Однако лишь стоит немного присмотреться к нему, и всё оказывается совсем не так. Долгое время мы думали, что наша Солнечная система лишь одна из многих звёздных систем в Млечном Пути. Есть в ней каменистые планеты, как и везде, есть и газовые гиганты. Однако вскоре астрономия достигла больших успехов в изучении и моделировании планетных орбит, и оказалось, что наша система необыкновенная. И это вовсе не потому, что здесь есть Земля, на которой живут разумные существа. А всё началось с Юпитера. Его орбита слишком отклоняется от круговой. Её вытянутость, по-научному эксцентриситет, втрое больше, чем у Земли. Мы знаем, что орбиту небесного тела очень тяжело нарушить, если у него большая масса. И чем больше масса, тем тяжелее. На заре существования Солнечной системы, когда из протопланетного диска только-только образовались молодые планеты, у них были ровные круговые орбиты. Чтобы получить их вытянутость, нужно было гравитационное взаимодействие с каким-то объектом. Масса Юпитера в 318 раз превосходит Землю и в 2,5 раза все остальные планеты Солнечной системы. Чтобы вытянуть ему орбиту так сильно, нужны гравитационные взаимодействия колоссальных масштабов. Но с кем? Какая планета могла быть настолько массивной, чтобы повлиять на Юпитер? Уран и Нептун тоже странные. По расчетам, на своих нынешних местах они должны формироваться дольше, чем мог существовать протопланетный диск. Единственный разумный выход из этого парадокса предположит, что сначала они образовались куда ближе к Солнцу и уже потом мигрировали дальше. Но главная загадка в нашей системе это Марс. Да и вообще все каменистые планеты. Чем дальше планета от Солнца, тем она массивнее. Ведь чем дальше та или иная часть протопланетного облака от звезды, тем меньше вещества этой части облака будет вытеснена вовне излучением светила и ее ветра. На первый взгляд так и есть. Меркурий в 15 раз легче Венеры, а Венера в 1,18 раза легче Земли. Но вот Марс... Здесь закономерность ломается. Он в 9 раз легче нашей планеты. Безусловно, некоторые проблемы можно решить, сказав, что гравитация Юпитера оттянула вовне далеко от Марса часть планеты Земалей. Это небольшие тела, из которых формировались планеты земного типа. Однако расчеты показывают, что на месте Марса должна была возникнуть планета, сопоставимая с Землей по массе, ну или хотя бы в половину меньше. Дело тут не в расчетах и не в теории. Марс лежит в пределах зоны обитаемости Солнечной системы. Будь у него атмосфера хотя бы сравнимая с земной, она сохраняла бы тепло, достаточное для того, чтобы климат Марса был похож на засушливый земной. Но на практике сегодня атмосфера там в 150 раз разреженнее нашей, а гравитация слишком слаба, чтобы удержать более плотную оболочку. И это факт. Очевидно, если бы Марс был в 5-9 раз массивнее, чем сегодня, то четвертая планета нашей системы была бы обитаема. Наблюдения за другими планетными системами показывают, там планеты размером с Землю, Венеру, Марс и Меркурий большая редкость. В других планетных системах скалистые миры обычно имеют массу заметно больше земной. Поэтому их называют суперземлями. Выходит, все наши планеты земной группы своего рода аномалия. Астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин считают, и с ними согласны большинство мировых ученых, что суперземля есть и в Солнечной системе. Вот только находится она невероятно далеко от Солнца, в сотни раз дальше Земли и в десятки раз дальше Нептуна. Само собой, протопланетных дисков таких размеров в нашей системе никогда не было. То есть эта суперземля попала туда каким-то экзотическим образом уже после того, как сформировалась поблизости от Солнца. В других системах такое событие, как миграция планет, то к своей звезде, то подальше от неё, как ни странно, обычное дело. Целый класс планет, которые называются горячие Юпитеры, существуют только за счёт миграций к своей звезде. У Солнца таких нет. Газовые планеты рядом со звездой возникнуть не могут, излучение просто выносит лёгкие элементы в более удалённые зоны. Но вот после образования газовый гигант может потерять стабильность орбиты. Он может столкнуться с планетоземалями, которые постепенно затормозят его вращение вокруг звезды. При падении скорости вращения планета начинает нарезать вокруг своего светила постепенно сужающиеся круги. При этом её гравитация вышвыривает встречающиеся по дороге объекты прочей системы. В итоге горячие Юпитеры часто оставляют свою звезду вообще без планет земного типа, а сами приближаются к ней так близко, что разогреваются до тысяч градусов. Из такого сценария вырисовывается ясная картина. Наша система поначалу тоже была совсем иной. Планеты-гиганты не обязательно возникли там, где они сейчас. Астрономы построили целый ряд достаточно детальных математических моделей перемещения тел Солнечной системы и обнаружили неожиданную вещь. С точки зрения небесной механики исходный район формирования Юпитера тот, что был бы совместим с вытянутостью и расположением его нынешней орбиты находится на удалении всего в 3,5 астрономической единицы от Солнца, то есть в 3,5 раза дальше нынешнего расстояния между Землей и звездой. Однако сейчас Юпитер находится на среднем удалении в 5,2 астрономической единицы от Солнца, а это на четверть миллиарда километров дальше. Но как же он туда попал? Здесь пригодилось компьютерное моделирование. Столкновения с планетоземалями тормозили вращение Юпитера вокруг Солнца, поэтому планета двигалась по орбите медленнее и соответственно начала приближаться к ней. На пути вовнутрь к Солнцу гравитация Юпитера прихватила с собой Сатурн. Планеты земного типа формируются медленнее газовых гигантов и завершают свое образование уже после них. Поэтому Земле и Марсу в каком-то роде повезло. Если бы они к тому времени уже существовали, они были бы в большой опасности. Юпитер остановился всего в полутора астрономических единиц от Солнца, то есть был к нему чуть ближе Марса. Сформированные планеты получили бы чересчур сильный импульс от его гравитации, а их орбиты были бы слишком нестабильны. С высокой вероятностью они просто вылетели бы из системы. И все же миграция Юпитера принесла серьезные неприятности нерожденным каменистым планетам. Его гравитация сделала свое дело. Газ и пыль из этой части протопланетного диска были буквально поглощены Юпитером. Часть планеты Земали он должен был выкинуть из системы. Район образования Марса был так обеднен материалом, что он получил его намного меньше Земли. Но почему тогда Юпитер не остался в полутора астрономических единиц от Солнца, а вместо этого развернулся и пошел обратно? Объяснение здесь только одно. Сатурн, двигавшийся вслед за Юпитером, на определенном этапе вступил с ним в орбитальный резонанс. Это значит, что период двух оборотов Сатурна вокруг Солнца стал равен трем периодам вращения Юпитера – резонанс 3 к 2. Наличие орбитального резонанса означает, что тела регулярно встают друг напротив друга. Гравитационное взаимодействие между ними резко увеличивается, их орбиты получают серьезные корректировки. Взаимодействие с Сатурном утянуло обратно Юпитер как раз вовремя. Ведь что было бы, если бы самый крупный газовый гигант не остановился бы на расстоянии в полутора астрономической единицы, а дошел бы до одной единицы, то есть до орбиты Земли? Возможно, в этом случае вопросы задавать было бы некому. Земля была бы небольшой планетой типа Марса, благо прогулка Юпитера не оставила бы ей много материала для формирования. Если бы на ней была жизнь, то вряд ли такая же развитая, как сегодня. Существует мнение, что Юпитер защитник Земли. Он сегодня оберегает нашу планету от падения астероидов. Что ж, в таком случае Сатурн спаситель Земли. Такое путешествие Юпитера не могло не повлиять и на Уран с Нептуном. Изначально они находились недалее 17 астрономических единиц от Солнца. Миграции Юпитера и Сатурна в итоге выбросили их на более далекие орбиты. Там они остаются и сегодня. Уран в среднем в 19 астрономических единицах отсветило, а Нептун в 30. Но как же насчёт суперземли в Солнечной системе? Это самый массовый класс планет в Млечном пути. Но в нашей системе их нет ни одной. Они формируются быстрее, чем небольшие тела земной группы, поэтому уже к началу миграции Юпитера не могли существовать в нашей системе. В этом случае их ждала незавидная судьба. Они должны были быть уничтожены падением на Солнце. Оставшийся после этого материал протопланетного диска в областях существования каменистых планет Солнечной системы был слишком мал, чтобы сформировать второе поколение суперземель. Все, на что его хватило, образование четырех планет, из которых на Землю приходится примерно половина массы. Но не все так гладко. Практически любое компьютерное моделирование ранних миграций в Солнечной системе показывает, что после них ее нынешняя конфигурация маловероятна. Согласно наиболее возможному сценарию, планеты должны быть на иных орбитах, вытянутость которых должна быть несколько другой. Над этой проблемой долго ломали голову до тех пор, пока не попробовали ввести в моделирование дополнительные планеты. Оказалось, при наличии в ранней Солнечной системе не четырех, как сегодня, а пяти планет-гигантов, вероятность образования системы в нынешнем облике сильно растет. Почти наверняка около 4,6 миллиардов лет назад таких планет было на самом деле пять, а пятая планета была ледяным гигантом типа Урана или Нептуна. Более того, астрономы Батыгин и Браун, выдвинувшие гипотезу о девятой планете, вращающейся в сотнях астрономических единиц от Солнца, отмечают, что это, скорее всего, и есть крупный объект или один из них, некогда выброшенный великим путешествием Юпитера туда и обратно. Итак, практически вся архитектура Солнечной системы определена событиями той поры, когда Земли еще не было. На месте, где сейчас находятся Меркурий, Венера, наша планета и Марс могла быть Супер-Земля. Возможно, и не одна. Планет-гигантов тогда было пять, а не четыре. Хаотическая миграция Юпитера и Сатурна уничтожила все древние супер-земли, сбросив их на Солнце, а заодно выкинула нынешнюю девятую планету Солнечной системы. Заодно и сами Юпитер с Сатурном удалились от Солнца, а Уран и Нептун отошли от светила еще больше. Получается, миграция планет-гигантов – ключевой механизм, управляющий сценарием эволюции планетной системы. Те из них, которые имеют горячие Юпитеры, вообще могут быть лишены планет земного типа и шансов на обитаемость. Их планеты-гиганты так горячи потому, что их миграция закончилась поблизости от звезды. У них не оказалось своего Сатурна, который смог бы их развернуть. Постоянное пребывание гигантских планет на близких к звезде орбитах делает наличие в обитаемой зоне еще и меньшей по размерам каменистой планеты менее вероятным. Но есть системы, в которых миграции планет-гигантов не было вообще. В таком случае у них образуются супер-земли на близких от звезды орбитах. Наиболее известная подобная система Тропист-1 в 40 световых годах от Земли. Пока неизвестно, насколько они обитаемы, но если так, то обитаемых планет в таких системах может быть больше одной, а иногда и больше двух. Так это или нет, вполне можем узнать в ближайшие годы, благодаря телескопу Джеймсу Веббу, который совсем скоро приступит к работе. До начала массовых открытий экзопланет среди ученых была распространена точка зрения, согласно которой Солнечная система самое благоприятное место для образования планет земного типа и жизни. Но сегодня, зная о великой миграции Юпитера, эта гипотеза кажется уже несостоятельной. Земля и Марс избежали уничтожения и не были выброшены прочь в межзвездное пространство только чудом. Похоже, рождение дома для жизни в нашей системе протекало необычайно трудно, а количество пригодных для обитания планет здесь заметно ниже того, что можно было ожидать в более спокойных системах. Перед вами три экзопланеты. Вот экзопланета Смертриос. Она находится на расстоянии 257 световых лет от Земли в созвездии Геркулеса. А это XO1b. Она удалена от нас на 630 световых лет, обитает в созвездии Северная Корона. На расстоянии 1030 световых лет в созвездии Андромеда расположилась экзопланета ВАСП-1b. Все эти экзопланеты находятся далеко от Солнечной системы, в совершенно разных местах и вращаются вокруг разных звезд. Однако у них есть много общего. Втроем они входят в класс экзопланет, которые называются Горячие Юпитеры, потому что все они массивные газовые гиганты с массой Юпитера и больше, находятся очень близко к своим звездам, на порядок ближе, чем Меркурий к Солнцу, а из-за столь близкого расстояния к светилу они еще и очень сильно разогреты. Температура их поверхности достигает 2300 Кельвинов. Это самый распространенный тип газовых экзопланет на сегодняшний день. Здесь давайте сделаем небольшое отступление и напомним, экзопланета это любая планета нашей галактики за пределами Солнечной системы. Газовые, каменистые это все экзопланеты. Напоминаю, потому что, как выяснилось, не все до сих пор знают об этом. А теперь давайте вернемся в нашу родную Солнечную систему. Она построена по удивительно четкой схеме. Судите сами, маленькие каменистые планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс ближе к Солнцу. Большие газовые планеты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун подальше от нашей звезды. А разделяет эти две условные области системы пояс астероидов. Казалось бы, этому есть простое объяснение. По мере формирования звезды интенсивная энергия ее новообразованного звездного ветра имела тенденцию выталкивать более легкие элементы, такие как водород и гелий, во внешние области зарождающейся системы, оставляя после себя только скалистый материал, элементы потяжелее. Возникает соблазн представить, что и большинство звездных систем будут следовать аналогичной схеме и во внутренней ее части будут находиться скалистые миры, а во внешней газовые. Но вы видите разницу между теми далекими звездными системами и нашей Солнечной. У большинства обнаруженных телескопами экзопланетных систем все совсем не так, как у нас. Газовая экзопланета вдали от своей звезды довольно необычное явление. Больше похоже на то, что наша Солнечная система скорее исключение, нежели норма, она не такая, как все. А наш Юпитер самая крупная планета системы, самая загадочная и самой интригующей его загадкой является место образования. Один из способов классифицировать экзопланеты по энергии, которую они получают от своей звезды. Горячие миры, такие как Меркурий и Венера, теплые, возможно, обитаемые миры, такие как Земля и Марс, и холодные экзопланеты, такие как Юпитер и другие. Ограничения для конкретной системы зависят от энергии, производимой конкретной звездой, но это дает хорошее представление о ближних, средних и дальних экзопланетах. В нашей Солнечной системе все газовые планеты являются как раз холодными мирами. Стопроцентный показатель. А вот среди всех обнаруженных и подтвержденных экзопланет ситуация обстоит совсем иначе. Там менее 20% газовых миров холодные. Преобладают все те же горячие Юпитеры. Но подождите, как же вообще можно обнаружить экзопланету? Ведь они так далеко, да и родительские звезды светят очень ярко. На сегодняшний день существует несколько методов обнаружения, но мы выделим два из них. Транзитный метод Вращаясь, экзопланета проходит перед своей звездой, частично её закрывая. Размеры внесолнечного мира значительно меньше своих звёзд, что и понятно. Транзитный метод наиболее, так сказать, плодотворный по числу открытых экзопланет. Лидер по открытиям космический телескоп Кеплер, который работал, используя этот метод. Доплеровский метод Допустим, у какой-нибудь звезды есть своя экзопланетная система. Тогда она, вместе со всеми своими объектами, вращается вокруг общего центра масс, и экзопланета или экзопланеты, так сказать, раскачивают звезду. Отсюда вытекают и ограничения. Слишком лёгкие миры, естественно, не влияют на движение своих звёзд практически, а при больших радиусах обращения и сам эффект от вращения тяжёлой планеты тонет в шумах своей звезды. Есть ещё метод периодических пульсаций, метод гравитационного линзирования, астрометрический метод и, конечно же, есть прямое наблюдение экзопланет. Каждый из этих методов далёк от идеала и у каждого из них есть свои недостатки. Об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Но даже если принять во внимание в космосе происходит такое притеснение холодных миров. В молодой звёздной системе планеты формируются внутри протопланетного диска, который в основном представляет собой субстанцию из газа и пыли. Газ, по крайней мере, частично ионизирован, поэтому он взаимодействует с магнитным полем центральной звезды. Из-за столкновений и скопления пыли внутри диска также возникает турбулентность. В физике такую систему можно описать с помощью дисциплины магнитная гидродинамика. Уравнение такой системы чрезвычайно трудно анализировать, но с помощью современных суперкомпьютеров удалось обнаружить некоторые общие тенденции. Планеты с малой массой не сильно нарушают общую структуру протопланетного диска. Их взаимодействие с диском вызывает так называемую спиральную волну плотности внутри этого диска. Одна волна движется по спирали внутрь в ведущем направлении движения планеты, а другая волна по спирали направляется наружу на задней кромке. Поскольку сопротивление внешней спирали обычно больше, чем сопротивление внутренней, планета будет стремиться довольно быстро приблизиться к звезде. Это известно как миграция планет первого типа. Для планет с большой массой, больше 10 масс Земли или чуть меньше массы Урана и Нептуна не только индуцируется волна плотности, но и сама планета создает разрыв в протопланетном диске. Обратите внимание сейчас на правую часть изображения. Это означает, что хотя чистое внутреннее сопротивление всё ещё существует, оно значительно меньше. Таким образом, во время своего формирования планета будет постепенно двигаться внутрь. Это известно как миграция планет второго типа. Есть ещё третий тип миграции планет, но нам он сейчас не подходит. Заметьте, в двух этих типах конечный эффект состоит в том, что планеты, образованные в диске, будут стремиться двигаться к звезде, и поэтому близкие к светилу горячие гиганты являются обычным делом. Но тогда почему же наш Юпитер сформировался так далеко от Солнца? Согласно всё той же компьютерной модели, вероятно, Юпитер начал формироваться примерно на том месте, где нынче расположился Марс. Из-за сил сопротивления ранней Солнечной системы он было дело мигрировал к Солнцу, возможно, в пределы современной орбиты Венеры. И если бы не гравитационное взаимодействие Сатурна, быть нашему большому брату горячим Юпитером. Две планеты вошли в гравитационный резонанс, при котором Юпитер совершил три обращения на каждые два у Сатурна. Этот резонанс 2 к 3 постепенно вытеснил обе газовые планеты во внешнюю часть Солнечной системы. Последующие взаимодействия также вытеснили наружу и Уран с Нептуном. Путешествие Юпитера через внутреннюю часть Солнечной системы объясняет, почему в ней нет горячих газовых миров. Это также объясняет, почему у нас нет и суперземли. Суперземля это класс каменистых экзопланет, масса которых превышает земную от одной до десяти масс, но в то же время значительно меньше массы газовых гигантов. Такие миры очень часто встречаются в других звездных системах. А у нас получается путешествие Юпитера вычистило все молодые суперземли из внутренней части Солнечной системы, не дав им даже шанса на формирование. Наши же нынешние каменистые миры Меркурий, Венера, Земля и Марс начали формироваться позже и поэтому оказались намного меньше, чем суперземли. Мы недаром рассматривали методы обнаружения экзопланет. Здесь есть одна маленькая деталь. Они могут пока что наблюдать только крупные массивные миры. Зачастую это и получаются газовые гиганты до суперземли. А все потому, что их легче обнаружить, нежели маленькие размером с Марс или Меркурий. Поэтому и статистика в пользу них такая сокрушительная. Нам еще предстоит открыть немало экзопланет и обнаружить много удивительных миров. Соответственно и методы будут совершенствоваться. Вот только никакая статистика не отменяет тот факт, что газовые гиганты чаще расположены гораздо ближе к своим звездам, чем гиганты в нашей Солнечной системе. Напоследок версии о миграции Юпитера по Солнечной системе довольно много. Мы же рассказали сегодня о той, которая наиболее логична на наш взгляд, основана на наблюдениях других звездных систем и их образования. Но если вы с этой версией не согласны, напишите свою в комментариях. До новых интересных встреч! Перед нами звезда HD 139-139. По своему классу она, как и наше Солнце, желтый карлик, поэтому неудивительно, что они похожи. Совсем недавно ее обнаружил телескоп Кеплер и отправил изучать эту информацию людям. Анализируя полученные данные, астрофизики были крайне озадачены. В этой звездной системе Кеплер засек сигналы, похожие на следы сразу 28 экзопланет. Однако не спешите удивляться, это еще вовсе не значит, что там вообще есть экзопланеты. Попытаемся разобраться, что же на самом деле нашел Кеплер, и начнем с довольно странного вопроса. А сколько вообще экзопланет может быть в одной звездной системе? Сразу скажу вам по секрету, никто точно не ответит, потому что никто не знает, сколько их там может быть. Теоретически нет ограничений, ведь нет такого закона, который гласит, что вот, например, 20 экзопланет у звезды может быть максимум и все, больше ни-ни. Вероятно, количество планет вокруг звезды зависит от того, сколько материала доступно для их формирования и насколько компактной будет сама система, чтобы при этом она была еще и гравитационно устойчивой. Если у звезды сформируется много планет, то, скорее всего, они будут преимущественно маленькими. Планеты-гиганты забирают много материала, и они могут препятствовать формированию дополнительных планет в остальной части системы. Пока что наша солнечная, да еще Кеплер-90, вот две системы, у которых обнаружили наибольшее количество планет, по восемь. Вероятно, можно найти звезду с десятками планет в стабильной конфигурации. Насколько вероятны такие системы, это человечеству еще предстоит выяснить. Теперь мы снова вернемся к звезде HD 139-139. Она находится в созвездии весов и удалена от Земли на 350 световых лет. Звезда немного больше и ярче нашего Солнца, но идентичная по температуре и намного младше нашего светила, ей всего полтора миллиарда лет. Кстати, у HD 139-139 есть звезда компаньон, красный карлик. Итак, космическая обсерватория Кеплер обнаружила этот желтый карлик и зафиксировала у него 28 странных транзитов, которые обычно указывают на то, что вокруг звезды вращаются планеты. Но, возможно, речь идет о чем-то вроде солнечных пятен, при этом совершенно нового типа. Однако, об этом позже. Давайте расшифруем, что такое транзит. Транзитный метод обнаружения самый популярный. Когда экзопланета проходит между своей звездой и земным наблюдателем, яркость диска ее светила снижается на четко фиксируемую величину. Благодаря этому можно еще оценить размеры этой экзопланеты. С помощью транзитного метода космический телескоп Кеплер успел обнаружить тысячи экзопланет до того, как окончательно прекратил свою работу в ноябре 2018 года. Однако данные наблюдений до сих пор поступают и продолжают изучаться уже здесь, на Земле. Вот так и происходит со звездой HD 139-139. Кеплер наблюдал звезду 87 дней и за это время зарегистрировал 28 транзитных сигналов, которые свидетельствовали о том, что вокруг HD 139-139 вращаются именно экзопланеты, потому что форма графиков изменения светимости звезды при транзите экзопланет по ее диску отличается от формы графика для транзитов скоплений пыли и других объектов. Лишь две из них были соразмерны гигантам вроде Юпитера. Размеры остальных потенциальных кандидатов были невелики, но все равно чуть больше Земли, и главное, что все они были похожи друг на друга. То есть 26 экзопланет соразмерных с Землей. Находка удивительная и очень редкая. Но шансы на то, что это действительно планеты очень малы. Дело в том, что за такое короткое время 28 экзопланет могут пройти между своей звездой и Землей только в том случае, если все они вращаются очень близко к светилу. Планетам столь же отдаленным от своей звезды, как в Солнечной системе, нереально пройти между своим светилом и далеким наблюдателем за столь небольшой срок. Чем дальше планета от своей звезды, тем дольше период ее обращения вокруг нее. Поэтому наблюдатель из другой системы может увидеть транзит всех планет между Солнцем и далеким наблюдателем только после многих лет ожидания, но никак не после 87 суток. Если бы планеты системы HD 139-139 действительно вращались близко к своей звезде, то их транзиты за 87 дней успели бы повториться, однако этого не произошло. Длительность транзитов каждого объекта была разной. Она колебалась от 45 минут до 7,5 часов. Благодаря этому ученые поняли, что речь идет о разных сигналах. Но если это не экзопланеты, тогда что же это за странный феномен? Есть сразу несколько предположений, гипотез. Как мы уже говорили, у желтого карлика есть звезда компаньон. Астрономы предложили модель, при которой планеты в этой системе общие, то есть вращаются и вокруг HD 139-139 и вокруг второй звезды. Это могло бы объяснить, почему транзиты не повторялись. Если планетам надо сделать широкий круг вокруг двух звезд, то транзиты и не должны быстро повторяться. Тем не менее, этот вариант выглядит довольно сомнительно. Он не объясняет, как 28 планет всего за 87 дней смогли пройти между одной из звезд системы и земным наблюдателем. Следующая гипотеза объясняла загадку с помощью многочисленных скоплений астероидов, которые могли бы имитировать планетные транзиты в случае достаточных размеров. Однако ученые были вынуждены отвергнуть и этот вариант. Такие астероиды должны были быть нереально плотными и к тому же там их должно было быть слишком много. Ну, как правило, если ни один научный ответ не подходит, в дело вступает фантастика. Так и здесь. Появилось предположение, что непериодические внеземных цивилизаций, которые могут построить что-то типа сферы Дайсона. Сфера Дайсона это мега структура. Ну, представьте, что какой-то продвинутой цивилизации удалось построить оболочку вокруг такого огромного объекта, как звезда, и эта структура поглощает всю ее энергию. Гипотетически это возможно. Однако если такая структура есть у HD 139-139, то тогда цивилизация, которая ее построила, вряд ли происходит из этой самой системы. Давайте вспомним, что звезде полтора миллиарда лет, когда нашему Солнцу было столько, Землю населяла еще одноклеточная жизнь, и очень сомнительно, чтобы у другого желтого карлика жизнь развивалась намного быстрее. Ранее, благодаря транзитному методу, астрономы уже находили звезды, светимость которых странно менялась. Например, это было характерно для так называемой звезды Табби. Чтобы объяснить ее аномальные непериодические транзиты, астрономы также выдвигали гипотезы о мега-структурах иного разумного вида. Но длительные наблюдения за звездой Табби показали, что ее светимость сильно меняется в видимой и ультрафиолетовой частях спектра и куда слабее в инфракрасной. Это похоже на то, будто звезда окружена пылевыми облаками. Пыль хорошо поглощает более короткие волны видимого света, но плохо более длинные инфракрасные волны. Поэтому на сегодня гипотеза об искусственной природе колебаний светимости звезды Табби не пользуется популярностью. Относительно звезды HD 139-139 исследователи концентрируются на другом объяснении. Наиболее вероятным сценарием этих нестандартных транзитов они считают необычные пятна на диске этой звезды по размерам близкие к планетам. Это тоже есть недостатки, поскольку на звездах типа Солнца пятна живут сравнительно долго и при обороте звезды вокруг своей оси снова должны появляться в поле зрения телескопа. Однако реальные транзитные сигналы от HD 139-139 не периодические. Иными словами, если это в самом деле пятна на звезде, то они должны жить всего несколько часов и исчезать раньше, чем звезда сделает полный оборот вокруг своей оси. Примеры столь короткоживущих пятен на звездах этого класса пока неизвестны ни из опыта наблюдений за Солнцем, ни из изучения других желтых карликов. Если объяснение странностей звезды HD 139-139 действительно сводится к пятнам, речь идет об открытии пятен совершенно нового типа. За время своей миссии телескоп Кеплер наблюдал 500 тысяч звезд, но такую он не видел никогда. Ученые до сих пор не знают, что с ней делать. Предлагают для дальнейших наблюдений направить на HD 139-139 телескоп ТЭС. Для этого даже планируют расширить его миссию. В любом случае ответ, полагаю, будет найден, и он, как обычно, окажется очень простым. Впереди на канале «Это интересно» еще больше классных роликов о космосе. Не забывайте подписываться, кто этого еще не сделал, нажимайте на колокольчик под этим видео, чтобы ничего не пропускать, ставьте лайк или дизлайк, в зависимости от того, понравился вам ролик или нет, и обязательно пишите комментарий. До новых интересных встреч! До 1990-х годов единственными известными планетами были планеты Солнечной системы. Нет, астрономы, конечно, были уверены, что у других звезд они тоже есть, есть и системы, но не было тогда должного оборудования, мощных телескопов, их существование оставалось вероятным, но не доказанным фактом. Просто никто не наблюдал. Затем в середине 90-х пошла первая ласточка, 51 Пегаса Би, а дальше, а дальше хлынул настоящий поток экзопланет, их буквально открывали одну за одной. Всего за четверть века было обнаружено 4512 миров, вращающихся вокруг звезд Млечного Пути. Данные на момент создания этого ролика. Но каждое новое знание приносит с собой новые вопросы. Сегодня мы знаем, что наша галактика изобилует экзопланетами. Ну а как насчет других галактик? Какие у нас есть доказательства существования внегалактических планет? Те методы поиска экзопланет, которые отлично зарекомендовали себя в пределах Млечного Пути, к большому сожалению, не годятся при поиске миров в других галактиках. В основном это транзитный метод и метод лучевых скоростей. Вместо этого с некоторым шансом на успех может сработать метод гравитационного микролинзирования. Если у далекой звезды происходит внезапное увеличение яркости, характеризующейся типичной кривой изменения, это будет указывать на то, что масса вдоль нашего луча зрения по направлению к наблюдаемой звезде действует как линза, временно усиливая свет, исходящий от этой звезды до тех пор, пока длится перспективное перекрытие. Математическая трактовка этого физического явления позволяет нам определить массу объекта, который действует как линза. Как правило, это другая звезда. Также можно оценить, сопровождают ли экзопланеты такую звезду. Однако проблема в том, что данные этого метода непредсказуемы. Идентификация линзовой звезды очень сложна. Следовательно, также трудно определить пространственное положение его возможных миров. Этот метод еще более ненадежен в применении к звездам, которые находятся в другой галактике. Фактически на расстоянии миллионов световых лет от нас зачастую просто невозможно отделить от общей среды одиночный объект, свет которого кажется усилен эффектом микролинзирования. Это приводит как минимум к неоднозначным результатам. Поэтому потенциальные миры, обнаруженные этим методом в других галактиках, не подтверждены. Но ключевое не подтверждены, заметили? Значит, попытки были и есть варианты. Почти верно. В нашем распоряжении существуют телескопы и обсерватории, которые в разное время подолгу рассматривали космические просторы и оставили гигабайты данных. В этих наблюдениях, вполне возможно, остались следы планетных транзитов на кривых блеска нескольких сотен вне галактических источников рентгеновского излучения. Используя архивные данные двух рентгеновских телескопов Чандра и Ньютон было проведено исследование, в котором проанализировали в общей сложности более двух с половиной тысяч кривых блеска, связанных с рентгеновским излучением двойных систем, расположенных в трёх разных галактиках. Преимущественно это звезда и чёрная дыра или нейтронная звезда. На вот этом изображении в центре графика видно прерывание рентгеновского потока как свидетельство вероятного планетарного транзита. Красные и синие точки с относительными полосами погрешностей указывают на наименее и наиболее энергичные рентгеновские лучи соответственно. Как видно, поток в рентгеновских лучах остаётся постоянным как до, так и после центрального перепада. Из этих проанализированных кривых блеска только одна имеет правильные требования, чтобы рассматривать её как эффект планетарного транзита. Это кривая блеска, на которой яркость рентгеновских лучей остаётся постоянной в течение всего времени наблюдения, за исключением перерыва продолжительностью около трёх часов, в котором поток падает почти до нуля. Особенно отличает эту конкретную кривую блеска от всех остальных постоянство рентгеновского потока до и после вероятного планетарного прохождения. То есть кажется, что внезапное падение яркости было обусловлено чем-то внешним по отношению к взаимодействию между звездой-донором и компактным объектом, из которого исходит рентгеновское излучение. Именно эту характеристику можно идентифицировать как планетарный транзит. Источник, связанный с этой кривой блеска, получил название М51 М51 УЛС-1. Давайте его расшифруем. М51 это галактика, в которой она расположена. Мы ещё называем её водоворот. Вот сейчас слева вы можете заметить М51 в искусственных цветах, полученное космическим телескопом Чандра. Самый яркий источник в центре вставки это наш объект. Справа снимок Хаббла в видимом диапазоне. Пурпурный кружок указывает местонахождение нашего объекта. А вот УЛС является аббревиатурой, обозначающей источники рентгеновского излучения, характеризующейся высокой светимостью и тепловым спектром. Другими словами, их светимость изменяется в зависимости от температуры, приближаясь к кривой излучения. Яркость объекта действительно впечатляет. Этот источник только в рентгеновских лучах примерно в миллион раз ярче, чем Солнце. Сегодня ещё неизвестно, является ли компактный объект этой двойной системы нейтронной звездой или чёрной дырой. Однако несомненно то, что звезда-компаньон двойной системы должна иметь значительную массу. Согласно расчётам, приведённых в исследовании, газ должен испаряться от звезды донора с бешеной скоростью, чтобы получить яркость, равную наблюдаемой. Только сверхгигант может прокормить такое переливание материи. Изображения, полученные в диапазоне видимого света, показывают, что в этой системе находится точно не красный, а скорее всего голубой сверхгигант. Звезда наподобие Альни-Лама, только массой минимум в 20 и радиусом до 25 солнечных. Максимальное орбитальное расстояние между голубым сверхгигантом и компактным объектом составляет около 10 звёздных радиусов, возможно и короче, учитывая большую светимость системы. Эффективный радиус области, излучающей рентгеновские лучи, составляет около 1 трети радиуса Юпитера, примерно 24 тысячи километров. На основании этих и других данных удалось определить радиус ещё одного объекта, который составляет чуть более 50 тысяч километров. Что это может быть? Есть четыре варианта, подпадающие под этот диапазон размеров. Красные карлики, белые карлики с нижними пределами массы, коричневые карлики и планеты. Нет сомнений, объект, который затмил рентгеновские лучи, испускаемые двойной системой, не является ни красным, ни белым карликом. Возраст, при котором эти два типа звёзд должны быть в пределах размеров, определяющих продолжительность рентгеновского затмения, намного превышает 20 миллионов лет, а именно такой возраст у двойной системы. Поэтому, не исключая полностью гипотезу о том, что транзитное тело, обозначенное М51-ULS-1B, может быть коричневым карликом, исследование решительно поддерживает версию о том, что это планета. Что же из себя представляет этот объект? Размером он чуть меньше Сатурна, вращается он вокруг своих родителей в двойной системе на орбитальном расстоянии в несколько десятков астрономических единиц. Расстояние внушительное, как для планеты, но, несмотря на это, объект подвергается интенсивной бомбардировке ионизирующим излучением. Расчёты показывают, что он получает излучение, сравнимое с излучением горячего Юпитера, который вращается на расстоянии 0,05 астрономических единиц от своей родительской звезды. Помимо этого, она за своё недолгое существование пережила ещё и взрыв сверхновой. Потому что, напомню, в Е-системе находится компактный объект, нейтронная звезда или чёрная дыра. Понятное дело, что такая планета в настоящее время едва ли является гостеприимным местом для жизни. Тем более, что впереди ей предстоит пережить ещё одно чудовищное космическое событие. Через несколько миллионов лет у голубого сверхгиганта, второго объекта системы, закончится ядерное топливо, и он тоже станет либо нейтронной звездой, либо чёрной дырой. Лишь после того, как оба члена двойной системы станут звёздными останками, перенос вещества, из которого исходит рентгеновское излучение, прекратится, и М51 ULS-1B вступит в более спокойную фазу своего существования, рассчитанную на многие миллиарды лет. Конечно, было бы интересно изучить, как эволюционируют планеты, вращающиеся вокруг двух мёртвых звёзд, да ещё и в другой галактике. Тем не менее, огромное расстояние делает маловероятная возможность более детального изучения этой системы. Так что давайте лучше пока будем довольствоваться тем фактом, что у нас впервые появился кандидат в планеты, расположенной в другой галактике. Ведь, возвращаясь к началу нашего ролика, всего 32 года назад мы с трудом наблюдали лишь планеты своей собственной Солнечной системы. Ну а для окончательного подтверждения существования М51 ULS-1B потребуются дополнительные наблюдения и более мощные телескопы. Даже не сомневаясь, что в будущем всё получится. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать, нажимайте на колоколец, ставьте палец вверх под этим видео, до новых интересных встреч. За всё время наша планета переживала разные периоды в своей истории, были и взлёты, были и падения. Сегодня у жизни на Земле всё хорошо. Мы даже жалуемся на жаркое лето или холодные зимы, о как привыкли к комфорту. А ведь не каждому миру так повезло. Не нужно далеко ходить, чтобы найти пример. Венера, наша ближайшая соседка, адская планета, достаточно горячая, чтобы плавить свинец. Или Меркурий, лёгкая атмосфера которого не обеспечивает защиту от палящего солнца. На других планетах Солнечной системы, расположенных далеко от звезды, может быть ещё хуже, ведь им приходится проводить целую вечность, по нашим меркам, в ледяной тьме. Однако все эти примеры ничто по сравнению с некоторыми мирами за пределами нашей системы, экзопланетами. Их уже обнаружено тысячи, а не любой формы и размера, с любыми характеристиками, которые только можно себе вообразить. Некоторые приятные миры, возможно, даже более подходящие для жизни, чем сама Земля. Мы часто сравниваем такие экзопланеты с нашей собственной, оцениваем их условия и пригодность для жизни человека. Но есть и другие миры, условия на которых настолько ужасны, что их даже страшно представить. И если мы сможем путешествовать в космосе, преодолевая огромные расстояния, то эти экзопланеты лучше обходить десятой дорогой. Вселенная не Эдем, и эти экзопланеты, о которых мы дальше расскажем, лишь яркое напоминание о ее суровой природе. Когда-то эта экзопланета была прекрасным кандидатом для обитания живых существ. Твердая поверхность с равнинами, цепочками гор и скал, а плотность мало чем отличалась от земной. Вероятно, была и вода. Однако смерть звезды часто бывает губительной и для ее системы. Для Кеплера 70b это был буквально конец света. За последние несколько миллионов лет экзопланета оказалась захваченной внешними слоями своей умирающей родительской звезды, а затем затянулась в перегретые внутренние части. Результат был не из приятных. Всякая атмосфера была удалена, все океаны испарены. Трение и тепло начали плавить экзопланету, разрушая ее, как тающий кубик льда. Однако каким-то образом ее ядро выжило и теперь вращается вокруг исчезающего остатка звезды. Кеплер 70b просто не успевает оправиться от столь ужасной участи. Экзопланета все еще вращается вокруг своей звезды, совершая один оборот каждые шесть часов. Ее поверхность, нагретая до тысяч градусов, испаряется по мере того, как экзопланета медленно умирает. А самое страшное то, что однажды Землю может постичь аналогичная судьба. Через миллиарды лет Солнце расширится, а его внешние слои выйдут за пределы Земли. Наша планета будет непреодолимо втягиваться в Солнце, но в отличие от Кеплер 70b она, вероятно, не выдержит такого испытания. Представьте себе мир вечной тьмы, где никогда не восходит Солнце. Никогда не наступит день, солнечные лучики никогда не постучатся в окошко, да и вообще представьте, что об этих прелестях вы никогда и не слышали. Всегда вокруг был только мрак. Но и это еще не все. Добавьте сюда жгучую температуру и облака расплавленного железа. Вот все, что вы только что представили очень близко к ужасной и странной экзопланете, обнаруженной примерно в 80 световых годах от Земли. У этого мира нет ни родительской звезды, ни экзопланет компаньонов. Он бродит по нашей галактике сам, одиноко блуждая в пространстве. Это жестокая судьба для экзопланеты, но астрономы считают, что таких вокруг должны быть миллионы. Они окутаны вечной тьмой, и их трудно заметить, если только что-то еще не выделит их. Но самое удивительное для этой экзопланеты изгоя температура. Вы, наверное, сразу обратили внимание, если она блуждающая, то должна быть холодной, как сердце неразделенной любви. Но нет, дело в том, что экзопланета еще молода, возможно, ей всего несколько миллионов лет. Поэтому температура, я бы сказал, жара ее бурного рождения все еще сохраняется, оставляя экзопланету достаточно горячей, чтобы ее окутывали облака из капель расплавленного железа. Как этот мир остался один, до сих пор остается загадкой. Есть предположение, что он должно быть каким-то образом был изгнан из своей звездной системы, а возможно, из-за неудачной встречи с другой экзопланетой или его увлекла проходящая мимо звезда. В течение следующих нескольких миллионов лет экзопланета постепенно и окончательно остынет, и вместе с этим исчезнут все шансы на счастливую экзопланетную жизнь. Останется лишь безжизненный холодный камень, плавущий в пустоте навстречу бесконечности. Изначально экзопланету с вот таким вот сложным кодовым именем искали в рамках поиска миров похожих на Землю, которую потенциально можно было бы назвать домом. И поначалу она показалась астрономом идеальным кандидатом. Правда, немного крупнее, примерно в пять раз больше нашей родной планеты, но она вращается вокруг своей звезды на просто идеальном расстоянии для жизни. К сожалению, детальные наблюдения показали, что условия здесь просто невыносимы. Эта суперземля полностью замерзает, она самая холодная из всех известных экзопланет в галактике. Ее звезда оказалась крошечным тусклым красным карликом, почти не излучающим тепла, а сама суперземля, хоть и расположена всего в 2,6 астрономических единиц от звезды, находится слишком далеко, чтобы хорошо прогреться и иметь комфортную температуру. Напомню, одна астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца. В результате на поверхности около минус 220 градусов по Цельсию. Такие условия больше похожи на Плутон, чем на Землю. Экзопланета настолько холодна, что многие из газов, таких как азот, метан и вода, которые образуют земную атмосферу, просто заморожены. В этом мире вы могли бы взобраться на горы замороженного метана. Однако без серьёзного глобального потепления здесь и близко нет ничего похожего на пригодную для дыхания атмосферу. Почти полная противоположность предыдущего мира наш следующий герой Глизе 1132 Би. Эта экзопланета не заморожена, наоборот, она жарится под палящим Солнцем. Размером она примерно Землю, имеют плотную атмосферу, наличие которой, кстати, подтвердили в 2017 году. Но исследования показывают, что верхние слои атмосферы имеют температуру до 260 градусов по Цельсию. Похоже на Венеру? Не совсем, потому что с высокой долей вероятности этот мир ещё жарче. Поверхность под слоями плотных облаков по температуре во много раз превосходит Венеру. Если там и была когда-то вода в любой форме, то при таких высоких температурах она давным-давно испарилась. Хуже того, экзопланета расположена так близко к своей звезде, что пропитана радиацией в 19 раз больше, чем получает Земля. Любая жизнь, которой удастся выжить при столь высоких температурах, при такой-то звёздной радиации быстро исчезнет. Глизе 1132 би это совсем не то место, которое хотелось бы посетить. Тем не менее, экзопланета находится недалеко от нас, примерно в 40 световых годах от Земли. Космический телескоп Джеймса Вебба, преемник Хаббла, может уловить интригующие детали экзопланеты. Астрофизики уже выясняют, как они могут измерить характер ветра в атмосфере и определить цвет заката через далёкие и плотные облака. Также поблизости находится и этот герой. В созвездии Змееносца на расстоянии всего 40 световых лет от нас расположилась экзопланета Глизе 1214 би. Это первая обнаруженная суперземля у звезды Красного Карлика. Она в 6,5 раз массивнее нашей планеты и в 2,5 раза крупнее в диаметре. Но самое главное на ней полно воды. Звучит круто, правда? Не совсем. Данный мир не похож ни на один другой. Это перегретая экзопланета, на которой бушуют кипящие океаны и плотная паровая атмосфера. Условия здесь настолько странные, что могут существовать очень необычные материалы. Океаны в этом мире содержат больше воды, чем все океаны на Земле вместе взятые. Но экзопланета расположена так близко к своей звезде, что эти водоемы нагреваются до сотен градусов. В результате получается атмосфера густого пара. Она настолько тяжелая, что слои, близкие к поверхности, переводятся в странное состояние материи, не похожее ни на что, что мы видим на Земле. Здесь можно найти лед, нагретый до сотен градусов, но не тающий. А можно обнаружить воду в сверхкритическом состоянии, поведение которой трудно себе представить. Океаны этой суперземли мало того, что раскалены, так еще и находятся под огромным давлением. Трудно представить себе более экстремальный мир, чем этот. Найденные там странные формы воды можно воссоздать на Земле только в лабораториях, да и то с современным оборудованием. Что ж, согласитесь, оказаться на одном из таких миров врагу не пожелаешь. Но будьте готовы к новым сюрпризам, поскольку более мощные телескопы исследуют и другие миры в течение ближайших нескольких лет. Наш Млечный Путь очень странное место, и мы пока только начали касаться его поверхности. А самый главный посыл этого видео, нам очень повезло родиться без преувеличения на самой прекрасной планете во Вселенной. Безумно красивой, разной, но такой родной. Чуть больше 40 лет назад человечество отправило в космос две карты расположения Земли, которые были закреплены на обшивке двух космических зондов Вояджеров. Сейчас оба аппарата являются самыми удалёнными от нас искусственными космическими объектами. Сегодня Вояджеры находятся на окраине Солнечной системы и продолжают свой бесконечный путь. Если когда-нибудь эти зонды перехватят внеземные разумные цивилизации и расшифруют информацию на табличках, то она не только расскажет, когда космические зонды покинули свой дом, но и укажет путь к нашему маленькому и уютному миру. И хорошо, если эта цивилизация окажется мирной и дружелюбной, а если нет? Что если эти разумные существа окажутся враждебно настроены? Что ж, получается потенциально Voyager несут опасность всему живому на Земле? Традиционно мнения людей по этому поводу разделились на два фронта. Одни говорят, что это крайне опасно и человечество не должно поступать так опрометчиво и легкомысленно, а наоборот сидеть тихо. Другие считают, что никакой угрозы нет и не стоит жить в постоянном страхе. Есть еще и третья категория людей. Они не разделяют мнения ни первых, ни вторых, потому что им просто все равно. Абсолютно пофиг. Но нам говорить о таких скучной неинтересно, поэтому оставим два первых противоборствующих мнения и рассмотрим каждое из них поподробнее. Но прежде неплохо было бы разобраться, а что это собственно за карта такая, расположенная на борту Voyager'ов? Это совсем не та карта, по которой все мы привыкли ориентироваться. Здесь нет привычных севера, юга, запада, востока и таких банальных ориентиров в виде третья планета от Солнца. В качестве маркеров здесь используются пульсары. Их 14, если точнее. Пульсары по сути представляют собой быстро вращающиеся трупы звёзд. Они существуют многие миллионы лет, и каждый из них обладает своим уникальным шифром, пульсацией или мерцанием, ориентируясь на которые, можно вычислить расположение того или иного объекта в их окружении. Создал такую карту знаменитый астроном Фрэнк Дрейк, а не менее знаменитый учёный и писатель Карл Саган и остальные члены команды подготовили золотые пластинки. Созданные Дрейком космические ориентиры были помещены на золотые пластинки вояджеров. Карта указывала на расположение Земли сразу в пространственных и временных координатах. Но благодаря им внеземные цивилизации смогут правильно расшифровать координаты нашего мира. Земное время исчисления было бы бессмысленным, потому что оно основано на особенности вращения нашей планеты вокруг Солнца. Та же сложность возникла с системой пространственных координат. В космосе никто нас не найдёт по направлениям вроде вверх, вниз, восток или запад. Даже у звёзд со временем изменяется астрономическая шкала времени. Объяснение в виде вторая звезда справа, затем налево и прямо пока не упрётесь тоже явно не поможет тем, кто возможно обнаружит зонды спустя допустим миллиард лет. Ведь пока сообщение дойдёт до адресата, например, та же звезда Бетельгейзи, которая может выступать в роли точки координат, перестанет существовать. Поэтому и были выбраны пульсары. Обнаруженные в 1967 году эти сверхплотные мёртвые звёзды являются отличными маяками и в пространственной и временной системах координат. Они обладают очень продолжительным жизненным циклом, который может длиться от десятков миллионов до, пожалуй, нескольких миллиардов лет. При этом каждый пульсар уникален. Все они невероятно быстро вращаются и создают импульсы электромагнитного излучения, что делает их поведение похожим на поведение маяка. Путём вычисления задержки между этими импульсами астрономы могут высчитывать скорость их вращения до невероятно точного уровня. Со временем скорость пульсаров замедляется, в некоторых случаях всего на миллиардные доли секунды в год. Сравнив скорость вращения пульса на текущий момент со скоростью указанной в обнаруженной карте, разумная жизнь сможет выяснить сколько времени могло пройти с того момента, как эта карта была создана. Дрейк предположил, что если эти существа смогут выяснить, что такое пульсары, то они определённо будут знать, где они находятся в галактике. Используя полученную карту, они могли бы определить приблизительное время, когда был запущен космический аппарат, и проследить путь его движения, который в конечном итоге привёл бы их к Солнцу. Тогда никто особо не спорил на тему плюсов и минусов контакта с внеземным разумом. Почему? Да потому, что когда запускали первый Voyager, который по факту является Voyager 2, учёные и понятия не имели были только предположения на этот счёт. Поэтому никто особо и не рассуждал о том, может ли где-то там существовать другая разумная жизнь. Однако спустя чуть больше десяти лет появился телескоп Хаббл, и мы уже знаем, что планеты это довольно частое явление для нашей галактики, и разумный процент этих миров может быть таким же, как наша Земля. Такое откровение породило огромное желание отправить направленные радиосообщения в сторону обещающих звёздных систем. Вот тут-то среди учёных, других видных людей, а в первую очередь у наших зрителей, и стали накаляться споры о том, мудро ли мы поступили, и не лучше ли нам было бы просто продолжать слушать космос, а не стремиться быть услышанными. Но для вояджеров уже всё предрешено. Они там, они летят, они несут на себе карту нашего дома. И если там кто-то есть, он определённо постфактум. Назад их не вернуть, догнать их нельзя. Да и чего мы вообще пристали к вояджерам? На зондах Пионер 10 и Пионер 11, на аппарате Новые горизонты тоже есть послание для внеземных цивилизаций. Если перефразировать вопрос и сформулировать его так, стоит ли вообще отправлять сигналы с информацией о Земле в космос? Вот появляется уже больше пищи Например, покойный профессор Стивен Хокинг ещё в 2010 году предупреждал о том, что люди должны вести себя как можно тише, поскольку иначе Землю могут захватить высокоразвитые пришельцы, заинтересованные в её ресурсах. Он говорил, если чужие прибудут, ситуация будет напоминать высадку Колумба в Америке, которая для индейцев обернулась не самым лучшим образом. В какой-то степени это верно. Но вот доктор Дуглас Вокоч из Калифорнийского института Сети, а это как раз тот институт поиска внеземного разума, у которого есть даже фундаментальный принцип слушать, но не передавать сигналы. Так вот, он считает иначе. Некоторые считают, что мы должны воздержаться от мощных передач, боясь вторжения пришельцев. Если эти воззрения распространятся, человечество замкнётся в изоляции, начнёт избегать исследований и минимизировать риски любой ценой. Что ж, тоже верно, не правда ли? Мы можем не отправлять сигналы, направленные на какие-либо звёзды или экзопланеты, но не отправлять их совсем в космос у нас не получится. Ведь у нашей планеты существует постоянно расширяющаяся, легко обнаруживаемая радиосфера, которая тоже несёт в себе информацию о нашей цивилизации. Это радиосигналы, которые генерируют телевидение, сотовые телефоны, спутники. Их ведь легко можно обнаружить из космоса. Несмотря на то, что радиосигналы ослабевают тем сильнее, чем дальше находятся от своего источника, весь вопрос в их выделении зависит от характеристик приёмного устройства. Сигналы обыкновенных радиопередач вполне могут быть обнаружены, если кто-то целенаправленно их ищет. А враждебные цивилизации, которым только дай на кого-нибудь напасть, так и поступают. Они без труда смогут определить местоположение Земли и наличие на ней жизни. Или хорошо, допустим, внеземные цивилизации существуют где-то поблизости. Давайте посмотрим на себя, любимых со стороны и постараемся ответить на вопрос, а представляем ли мы для них интерес? Всё свободное время мы занимаемся откровенным мордобоем. В своё время историки сделали замечательную картинку. Они в логарифмическом масштабе по осям, начиная с 6000 лет, как только появилась первая письменность, и по наше время стали откладывать продолжительность войн за какой-то год. Получилось, что промежутки, когда на планете вообще не было войны, это всего три месяца покоя. Три месяца за 6000 лет. А цивилизация, занимающаяся самоуничтожением, ни для кого не представляет интереса. Разве что наблюдать со стороны, не вступая в контакт, как мы сами поступаем, когда рассматриваем дерущихся жуков в банке. Или, допустим, у внеземной цивилизации намерения самые, что ни на есть агрессивные. То есть подтверждаются страхи Стивена Хокинга и остальных. Зачем им сюда лететь воевать? Это ж надо тратить энергию, запасы. Ради чего? Ради наших ресурсов? А какие на Земле ценные ресурсы? Вряд ли они прилетят сюда за нефтью, водой или чем-то там еще. Тогда, может быть, мы сами люди и есть этот ценный ресурс. Да ну, никак зачем? Совсем невыгодно. Человек подвержен болезням, усталости, ему нужно что-то есть, пить, да и хрупки он довольна, долго не проработает. Если цивилизация действительно разумная, то ей проще построить армию роботов каких-нибудь и закрыть все вопросы по тяжкому труду. Но на самом же деле, если бы таких цивилизаций было много, неважно добрых или злых, они давно бы уже прилетели к нам. Это означает, что они не создали такие корабли и не прилетят, и мы никогда никуда не полетим. Все это связано с чудовищно огромными космическими масштабами. Например, мы поймали сигнал от цивилизации, которая живет в центре нашей галактики. Сигнал света оттуда идет 30 тысяч лет. Мы посылаем им ответ, срочно пришлите нам знания о Вселенной, уравнение квантовой гравитации, вашу библиотеку. В общем, все да побольше. К ним сигнал придет еще через 30 тысяч лет. Значит, через 60 тысяч лет мы получим ответ. Тем, кто его получит, это будет уже не нужно. То есть из-за огромных расстояний это становится бессмысленным. А если взять межгалактические расстояния, туманность Андромеды, это ближайшая галактика, то свет идет туда 2 миллиона лет. Стало быть, 100 миллионов звезд есть миллионы цивилизаций биологического типа, как мы. Но некоторые из них возникли на 100 миллионов лет раньше, чем мы. А некоторые возникнут через 100 миллионов лет. И о чем мы будем разговаривать с цивилизацией, которая старше нас на 100 миллионов лет? Мы для них какие-то букашки или микробы? Скажем, мы посылаем им сигнал, они его принимают и видят какую-то глупость с их точки зрения. достигнут берегов внеземных цивилизаций крайне мало. Аппараты не нацелены в сторону какой-то конкретной звезды. Они просто летят. Если у внеземных цивилизаций будут иметься достаточно мощные радары, то они вероятно смогут обнаружить Вояджеров издалека. Но в таком случае они и так бы уже давно засекли сигнал с нашей планеты. По мнению нашего канала, опасности для Земли космические зонды Вояджеры, ровно как и Пионеры и Новые Горизонты абсолютно никакой не представляют. А вот повод для гордости ещё какой. Вы только представьте, что те изображения, звуки и карты планеты Земля могут вечно и незаметно плыть через космос. Более того, вероятно, они переживут нас, человечество. Не исключено, что в один прекрасный момент они останутся последними предметами во Вселенной, сделанными руками людей. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой темы. Также не забудьте поставить лайк под этим видео, нажать на колокольчик и подписаться, если вы ещё не с нами. Ещё больше космоса на канале «Это интересно» вас ожидает впереди. До новых интересных встреч! Вопрос о том, одни ли мы во Вселенной, возник сразу же после того, как было научно доказано, что Земля вращается вокруг Солнца и что помимо нашей планеты в том безграничном пространстве есть и множество других. К 21 веку человечество уже научилось проникать во многие затаённые уголки космоса, находить далёкие экзопланеты, схожие с Землёй, наблюдать за туманностями и чёрными дырами. Но неужели мы одни в этом огромном холодном мире? Ведь всё, что учёные до сих пор нашли, это микроскопические останки самой примитивной органики в прилетающих на Землю метеоритах. А может быть с нами просто не хотят общаться, они скрываются от нас. Для начала давайте попробуем провести небольшой мысленный эксперимент. Представьте приятную тёплую ночь в вашем городе. прохлад прохладный ветер, светящаяся луна, которая излучает мягкий свет, который стекает по зданиям и смешивается с туманными, но слабыми уличными фонарями. Вы возвращаетесь домой по пустым дорогам и идёте в тревожной тишине. Тревожно, потому что уже глубокая ночь, время, когда опасные люди выходят искать своих жертв. Это время для недобрых дел. Увидеть фигуру другого человека, который стоит прямо на улице, зрелище не из приятных. Ведь он не сообщает о своих намерениях, у него нет признаков того, что он просто наслаждается видом звёзд. Может быть, у него на уме есть более коварный план. Полнолуние частый свидетель того, как многие люди становятся жертвами в мрачной темноте. Ходьба под электрическим светом привлекает внимание к себе. Поэтому самый безопасный вариант передвигаться подальше от света, оставаться скрытым, избегать людей. Мало ли что у них на уме. Между ночным городским пейзажем на Земле и всеохватывающим космосом есть разница. Во Вселенной дневной свет никогда не будет наводнять улицы, там нет дома, в котором можно запереться и спрятаться, помощи ждать не от кого. Существует только потенциальная опасность и невозможность узнать истинное намерение другой цивилизации. Этот мысленный эксперимент впервые появился в научно-фантастическом романе «Звезда убийства», написанного Чарльзом Пеллегрина и Джорджем Зебровским. Этот роман стал предпосылкой для теории темного леса, в которой ключевыми являются три вещи. Первое – все живое стремится обеспечить собственное выживание. Второе – нет никакого способа узнать, будет ли незнакомая форма жизни дружелюбна к вам или попытается вас уничтожить. И третье – не имея гарантии получить точных сведений об опасности этой формы жизни, самое лучшее для вашего выживания – это оставаться скрытым как можно долго, либо самому нанести первый, упреждающий удар. Если эти три условия верны, мы предполагаем, что они верны для других видов, то тогда они будут считать, что это верно и для нас. Все это оставляет на горизонте возможность конфликта. Но этот сценарий немного отличается от романа «Темный лес», который написал Люци Сынь. В его произведении теория становится попыткой ответить на вопрос о парадоксе Ферми. Суть парадокса в двух словах, кто может не знает. Вселенная непостижимо огромна, существование разумной инопланетной жизни практически неоспоримо, однако Вселенной уже почти 14 миллиардов лет и у других существ было предостаточно времени для того, чтобы явить себя человечеству. Так где же все? Мы должны статистически иметь возможность наблюдать по крайней мере в нашей галактике 10 тысяч цивилизаций, а 20 из них должны существовать где-то в непосредственной близости от нас. Эти числа взяты уже из уравнения Дрейка. Уравнение является оценкой того, сколько цивилизаций должно существовать в нашей галактике путем изучения множества факторов, которые могут играть роль в их развитии. В романе «Тёмный лес» жизненные предположения таковы. Живые организмы хотят остаться в живых, у них есть стремление к выживанию, и нет способа узнать истинные намерения других форм жизни. А поскольку не может быть уверенности в мирном столкновении, то самый безопасный способ действий уничтожит другие виды, прежде чем они смогут атаковать вас. Это также объясняет, почему инопланетное общество может хранить молчание, снижая риск обнаружения того, что, например, человечество может быть враждебным. Роман также поднимает вопрос об ограниченности ресурсов. Ресурсы Вселенной не бесконечны и ограничены, и поэтому цивилизации будут стараться захватить их раньше других, уничтожая конкурентов. То есть любая инопланетная раса для любой другой инопланетной расы – это конкурент и катастрофическая угроза. Между своими собственными представителями эта раса может научиться договариваться, как это делаем мы на Земле с переменным правда успехом. Но с совершенно чужой разумной формой жизни играют совсем другие правила, а на кону встаёт выживание вида. Вселенная – это тёмный лес. Каждая цивилизация – вооружённый до зубов охотник, призраком скользящий между деревьев, незаметно отводящий в сторону ветви и старающийся ступать бесшумно. Он даже дышит через раз. Охотнику есть чего опасаться. Лес полон других невидимых охотников, таких же, как он сам. Если он встретит жизнь другого охотника, ангела или чёрта, новорожденного младенца или старую развалину, фею или полубога, у него лишь один выход – открыть огонь и уничтожить. В этом лесу другие люди – ад. Любая жизнь представляет собой смертельную угрозу для всех остальных и будет уничтожена при первой возможности. Вот так выглядит космическая цивилизация. И этим объясняется парадокс Ферми. Отрывок из романа Люци Сыня. Этот способ мышления поддерживается физиком и консультантом НАСА Дэвидом Брином в объяснении полной тишины космоса. Фактически только одна цивилизация, думающая таким образом, создаст недостаток радиосигналов, которые мы наблюдали в прошлом столетии. Как только другие разумные формы жизни обнаружат и начнут использовать радио, они будут уничтожены более развитой цивилизацией. Но разве это не значит, что человечество уже обречено? Даже за пределами целенаправленных сигналов, которые мы посылали в космос, пытаясь общаться, мы также ежедневно излучаем сигналы в течение последних нескольких десятилетий, когда смотрим телевизор, используем наши телефоны и так далее. С другой стороны, сигналы, которые являются лишь продуктом нашей повседневной жизни, имеют тенденцию быть слабыми и бесцельными. Но в этом и заключается одна из проблем этой теории. Может ли цивилизация всегда быть полностью скрыта и молчалива? И даже если это так, может ли это молчание быть гарантировано в течение длительных периодов времени? Если бы существовала инопланетная цивилизация, исследующая галактику по наличию любых признаков жизни, они наверняка уже обнаружили бы Землю и решили атаковать. Может, они ещё не обнаружили Землю, а может, замаскировались где-то во тьме космоса и терпеливо так наблюдают, выжидают момент. Другой возможный недостаток в теории тёмного леса заключается в том, что эти инопланетные цивилизации не будут учитывать ценность альянсов. Как несколько видов, которые могут организоваться вместе для достижения межзвёздных путешествий, например. Вполне вероятно, тогда бы они осознали преимущества сотрудничества и возможности торговли, не только в ресурсах, но и в знаниях. Исторически, однако, возможность союзов не мешала людям воевать друг с другом. Лю отвечает на эту критику своей теории, выдвигая цепочку подозрений. Даже если бы два общества могли общаться, всё равно были бы невероятные расстояния, которые нужно преодолеть как физически, так и с точки зрения культуры и языка. Если другая цивилизация моложе своей, может показаться, что на первый взгляд они не представляют угрозы. Но такое большое расстояние и промежуток времени между двумя мирами означал бы неопределённость относительно того, как быстро развивается другая цивилизация. Технология не следует линейному пути. Вместо этого она развивается в геометрической прогрессии, превращая теперь безвредную и молодую цивилизацию в серьёзную угрозу. Когда всё поставлено на карту, легко понять, почему внеземные формы жизни могут считать общение слишком рискованным для развлечения. Дэвид Брин не единственный учёный, который считает этот сценарий правдоподобным. Покойный Стивен Хокинг и десятки других учёных также предостерегли от столь смелого поиска внеземной жизни. Была подписана петиция, чтобы помешать людям активно посылать сигналы в космос, раскрывая информацию и о нас, и о нашем местонахождении. Это открывает дискуссию к более широкому вопросу. А кто может принять решение о том, что мы должны пытаться общаться с другими существами? Кто может принять решение от имени планеты в целом? Теория тёмного леса – это исследование жизни на Земле. Как мы относимся друг к другу, наша склонность к насилию и сотрудничеству, наша способность как рассматривать жизнь, так и пренебрегать ею. Теория применяет эти характеристики к великому запредельному. Пустоты пространства, которые могут таить в себе жизнь, которая в свою очередь может следовать сходному образу мышления и действия. Самым большим утешением для человека, идущего по ночной улице, является то, что даже если на него нападёт другой человек, то можно рассчитывать на помощь от людей, случайных прохожих, соседей, полиции в конце концов. Но вот в космосе не то, чтобы ожидать, а просить о помощи будет не у кого. Может быть мы излишне драматизируем и зря представляем себе внеземные цивилизации как безжалостных хищников. Однако если все эти цивилизации развивались схожим с человечеством путём, что очень вероятно при схожих химико-биологических условиях, то просто вспомните, что творили в нашей истории цивилизованные в кавычках народы, когда сталкивались с менее развитыми племенами. Хотя возможно эти внеземные разумные цивилизации добрее, а может и наоборот. Ещё больше классных роликов впереди на канале Это Интересно. Не забывайте подписываться и пожалуйста ставьте лайк, ребят, поддержите нас. До новых интересных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok